По информации заместителя начальника ГУЧС Дениса Сушина, на прошедшей неделе продолжали поступать звонки от азовчан, обеспокоенных и возмущенных неприятным запахом в городе. С 9 по 15 на телефон службы 112 поступило 39 сообщений о жителе города, о запахе сероводорода или на улицах города. По каждому адресу и вызову отработано спасателями, выезжали на место, запах был, на некоторых не было запаха. По просьбе главы администрации Владимира Рощупкина Денис Сушин более детально доложил о случае обнаружения запаха. Поле, которое за солнечным, где находится дом терминал и на другой стороне очистные сооружения. Запах происходит вот на этом поле. Направлено в прокуратуру, обращение граждан и письмо. Также мы написали в Роспотребнадзор, также с обращениями. Пока ниоткуда нету. Я написал письмо на Азовский район. На Азовскому району тоже еще ответа мы не получили. Заместитель главы администрации Роман Ткаченко подчеркнул, что не только спасатели должны беспокоиться о праве граждан дышать чистым воздухом, но и работники отдела охраны окружающей среды. К сожалению, у руководителя Евгения Ковалева никакой конкретной информации по этому вопросу дать не смогла. Владимир Рощупкин настойчиво порекомендовал проявить большую активность в работе по обнаружению причин и источников неприятного запаха. Что касается санитарного состояния города по скоплению и вывозу твердых коммунальных отходов, то, по словам начальника муниципальной инспекции Николая Белкобыльского, за прошедшую неделю ситуация улучшилась. Ликвидированы многие свалочные очаги и заменены около 150 контейнеров. По фактам складирования мусора в неустановленных местах в отношении нарушителей составлено 76 административных протоколов. Но, как заметил Владимир Рощупкин, на месте ликвидированных свалок образуются новые. При этом региональный оператор убрал большие емкости для сбора отходов, так называемые мульды. Переговоры по поводу установки дополнительных емкостей, так как вы обратили внимание, те же самые мульт, приводят, к сожалению, к негативным последствиям. А именно серые возщики, которые у нас практически, ну, везде присутствует эта проблема, видя такие места, те же самые мульды, бункеры, они в ночное время, в раннее, утреннее время будут с газелей сбрасывать. То есть, ну, мы уже сталкивались с этой ситуацией, когда на Лермонтово стоял большой 26-кубовый саховский бункер. Там происходил систематический сброс строительных отходов. Строительные отходы не относятся к ТКО и должны оплачиваться отдельно. Это и стало причиной нежелания регионального оператора устанавливать мульты. В случае, когда ее нет, и строительные отходы навалены возле площадки, региональному оператору проще заактировать это как отдельный вид отходов и выставить счета на оплату тому же самому муниципалитету или по другому собственнику данной контейнерной площадки. Это их самая основная, да, негативная сторона. Глава администрации предложил на местах возникновения свалочных очагов организовать дежурство инспекторов. Инспекторы будут ловить и наказывать. Давайте привлекать, если масса информации показывает. Да я говорю, реально, туда за полдня, столько машин приезжает, с которых вывалят, я там, ну, взять, допустим, Лермонта, Толстого, как это, говорю, подъезжает туда, ну, газели, там, не газели, не важно, туда просто вывалят рядом с паком. Поставить инспектора, он за полдня, сделает и кассу, там, и все показатели по штрафам и прочее. И мы хотя бы будем, факты, которые можно показывать, как можно воспитывать тех нерадивых, недобросовестных. Как пояснил Николай Белокобыльский, в АЗОВ будет направлено 5 25-кубовых бункеров. Договоренность с региональным оператором уже достигнута. Людмила Улейхина, Татьяна Ивашенко, Юрий Попенко, АЗОВ.Инфо. АЗОВ.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.И